Бизнес. Что такое бизнес? Это идеи, личный опыт и капитал. Если опыта достаточно, идей хоть отбавляет, то вот с третьим составляющим в изменах любого ранга могут возникнуть трудности. Разберемся, на какую помощь от государства могут рассчитывать руководители малого и среднего бизнеса. Спросим у людей, где бы они взяли деньги, если бы начинали свой бизнес. Взяла бы в кредит. Почему? Маленькие процентные ставки, не сразу все отдавать. Кредит однозначно отпадает, сто процентов. Значит, или продавали бы, наверное, какое-то имущество свое, или, может быть, взяли бы взаймы как-то у родственников, или подключили бы к совместной деятельности. Те люди, которые могут взять на себя ответственность, и которые в дальнейшем с бизнесом могут вырасти куда угодно. Такие люди нужны. Бизнес иметь надо, надо стараться. Ну, занял бы у родственников. Ну, начать, думаю, несложно. А вот дальше продержаться уже будет, развиваться, это уже будет посложнее. Во многом сложности. Проблема с деньгами, проблема с местом, где арендовать. Проблема с арендой. Сейчас сильно завышена аренда на помещение. Так что... Где бы поддержку искали? Искали? Ну, не знаю, у своих близких. В Ростовской области с 2009 года запущена областная долгосрочная программа развития малого и среднего предпринимательства. Участники могут получить организационную, образовательную, информационную, имущественную поддержку. Но главное направление программы – это субсидирование. На сегодняшний день есть несколько форм прямой финансовой поддержки. Ежегодно механизм предоставления поддержки совершенствуется. Этот год не был исключением. В этом году по поручению губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева мы также внесли изменения в ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления тех или иных субсидий. По одним была увеличена сумма субсидий, по каким-то увеличен перечень субсидируемых затрат, расширены категории получателей. В этом году на прямую финансовую поддержку донских предпринимателей предусмотрено 130 миллионов рублей. Одно из направлений – организация презентации выставок и ярмарок. Субсидия погашает две трети затрат, но не больше 500 тысяч рублей. В 2013-м такой поддержкой воспользовались 35 бизнесменов. Предусмотрены субсидии и на приобретение банковской гарантии, и на присоединение или отключение коммунальных сетей. Одна из самых популярных субсидий – это субсидия на организацию собственного дела. В этом году сумма субсидий была увеличена до 300 тысяч рублей на один хозяйствующий субъект. Субсидируется 70% от фактически подтвержденных затрат, подаваемых к субсидированию. Прием документов по данной форме поддержки у нас осуществлялся в текущем году в два этапа. По результатам первого этапа было принято решение о предоставлении субсидий 151 субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 38,6 миллиона рублей. Кстати, за счет субсидий можно возместить затраты по лизинговым платежам, проценты по привлечению кредитов на инвестиционные цели, затраты по сертифицированию продукции. Финансово поможет государство платить обучение или повышение квалификации сотрудников. На каждую выделяется не более 30 тысяч рублей. Правда, обучить можно не более 4 работников. Посмотрим, на что малые предприятия тратят выделенную им субсидию. Здравствуйте, часа 9. Здравствуйте, Анастасия. Пройдемте, пожалуйста, но я вас познакомлю с нашим хозяйством. Пройдемте. Автобусы у нас всегда выходят на линии чистые, опрятные. И снаружи, если не убранные. И, кстати, как ни в одном предприятии, мы производим санитарную обработку, пусть и каждого рейса на конечные остановки. А чтобы расширить автотранспортное предприятие, 4 года назад руководитель оформил кредит на покупку большегрузных автобусов. В долг пришлось взять больше 80 миллионов рублей и закупили 55 машин на погашение 7 лет. Чтобы выплачивать проценты, первый год приходилось экономить на обустройстве инфраструктуры предприятий. А вот год назад узнали о программе в субсидировании из областного бюджета и стали ее участниками. С этого года полностью ставку рефинансирования Центробанка не будет погашать. Это очень хорошо, это отравлено. И по нашим расчетам должны получить в этом году, в 2013 году, должны получить около 3,8 миллионов рублей. Это большое подспорье в деятельности производственной и финансовой деятельности нашего предприятия, нашего коллектива. За счет полученной субсидии удалось выделить деньги на обустройство комнат отдыха для иногородних водителей. Построили отдельные раздевалки и душевые. В числе достижений – модернизация автобусов. В них установили умную систему контроля и управления движением. Через компьютер операторы отслеживают их местоположение. В режиме онлайн на карте отражается и появление заторов. В таком случае оператор дает водителю рекомендации, на каком участке сбавить или прибавить скорость. Вот, начиная от остановки авиомоторной до РИШТА, тоже пробка. У водителя есть возможность пользоваться напрямую с оператором. То есть, не пользуясь мобильной связью, нажать на кнопку и сразу выходит на оператора, который находится на конечной остановке, что дорожную ситуацию объяснить, доложить. А вот предприятия по выпуску колесных дисков на автомобили в программах по поддержке бизнеса участвуют не впервые. В прошлом году с помощью государства получили больше полутора миллиона рублей на компенсацию процентной ставки по кредитам. Деньги в долг взяли, чтобы переоснастить часть оборудования. Роботизированный комплекс, который был частично закуплен по деньгам по модернизированию производства, на котором мы обрабатываем дальний вид операции дисков. То есть, здесь оборудование работает фактически большей частью в автоматическом режиме, что облегчает ручной труд работников, которые здесь работают. В год такое предприятие способно выпускать до 500 тысяч дисков в модельном ряду, десятки дизайнов, как на отечественные, так и на импортные марки автомобилей. Покупатели съезжаются со всей России благодаря стабильным показателям Тонского предприятия в тройке лидеров страны. Любое субсидирование в инвестиции, оно происходит только за счет прибыли предприятия. Участвуя в программе, мы имеем возможность увеличить инвестиции в производство, развить его и как-то более уверенно смотреть. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем вот это происходило. Почему? Потому что все равно основная нагрузка на предприятие, как мы являемся новооплательщиком, но в то же время даем рабочие места. Сейчас у нас около 220 человек работают, предприятие работает стабильно и надеемся, что и в будущем это будет происходить. То есть, вот это те плюсы, которые мы имеем. Чтобы получить помощь от государства, предпринимателям нужно исполнить обязательные требования. Не иметь долгов по выплате налогов, заработной плате сотрудников. Кстати, она должна быть не меньше прожиточного минимума. Это 7,5 тысяч рублей. Предприятие или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован и работать на территории Ростовской области. А все расходы, предполагаемые к субсидированию, должны быть оплачены безналичным расчетом. Кстати, в числе программ субсидирования скоро появится новое направление. Финансовая поддержка предпринимателей, которую открывают частные детские сады. Бюджетными деньгами можно будет погасить 85% затрат, но не более 1 миллиона рублей. Проект сейчас проходит утверждение и предположительно уже с 1 ноября откроется прием заявок на участие в конкурсе. Более подробную информацию о предоставлении государственной поддержки можно найти на официальном портале www.donland.ru в разделе экономики малого и среднего предпринимательства или на портале малого и среднего предпринимательства ДОНа www.mb.don.ru в разделе финансовой поддержки. В Ростовской области больше 50 тысяч предприятий, которые относятся к малому и среднему бизнесу, и каждый год их число увеличивается. В этом году участники компаса на получение бюджетной субсидии будут претендовать на общий фонд 900 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин